Я считаю, Дуров не очень интересен в коммуникациях. Я с ним беседовал несколько часов в общей сложности. Он не производит на меня такого великого впечатления, скажу тебе честно, как он производит на многих людей. Он такое напоминает мне самого раннего меня, тоже хамоватый такой, нагловатый, то есть нахватавшийся, ему повезло в жизни. Я не очень высоко оцениваю его коммуникативные способности. Он не глуп, безусловно, как любой еврейский мальчик. Он родился золотой ложкой, родился в Турине, 5-20-е, ему повезло, Петербург, все хорошо, но какой-то там, ну, там, сказать, это не предприниматель вот такой, который отъел все. Это не Фридман, это даже не Прохоров. Нет, это другой тип совсем. Он мне не очень интересен. Я знаю, что его все просят дико, но он на самом деле, я смотрел его лайв недавно интервью, на TechCrunch он выступал, на английском он старается говорить, неплохой английский, все такое, там, с акцентиком. Но, если посмотреть его выступление на TechCrunch, они там, по-моему, все есть, где-то в записи я лайве смотрел, был TechCrunch большой, и всех других западных предпринимателей, то, ну, это как детский сад просто. Какие-то понты, какие-то хамства, опять сказал, ватсап, сакс, там, туда-сюда, ну, то есть, такое огульное поливание конкурентов безапелляционное, да, ничего он умного не сказал, вот эта вот черная его одежда. Иногда это смотрится провинциально, а иногда работает. Вот, когда ты его смотришь на TechCrunch в сравнении с другими предпринимателями, это очень провинциально. Поэтому я, например, и не лезу, потому что я считаю, что если я буду выступать где-то там после Ричарда Брэнсона, да, условно говоря, или после кого-то, я буду смотреться просто дико там. И он так же дико смотрится. Ну, если посмотреть на результат, про сколько телеграмм забрал, отъел у ватсапа, у вайбера. Да ничего он там не забрал, это вообще вот такой бизнес. Ну, что ты, ну, посмотри цифры. Ну, что, очень хорошие цифры. Он прекрасно растет там, где не растут они, в странах Персидского залива, во всякой Азии и так далее. Ну, понятно, а потом наши самолеты взрывают благодаря этим телеграммам. Тебе от этого приятно? Мне не очень. В смысле, что они взрывают? Что? Ну, кто ими пользуется? Террористы в основном. А, в этом плане. ИГИЛ. Кто? Почему растет? Потому что там два темы. Порнуха запрещена, там, сказать, ИГИЛ там, да, там. И ватсап. Понимаешь, да, то есть там же, это же не рыночные вещи. Ну, я на самом деле дико не хочу быть адвокатом дурного телеграмма. А может быть, в Египте при помощи телеграммы они взорвали этот самолет? Может быть, понимаешь, да? Теперь эти самолеты. Его точка зрения, что это нормально, потому что это свобода, а я считаю, что нихера не должно... Я вообще, я лично готов отдать свою свободу, официальную делу и стейтмент. На, так сказать, государство. Я считаю, никакого прайвеси не должно быть. Да мне не на срань. Ну, пускай читать. Если вернусь к теме телеграммы, там просто как бы безотносительно вообще всего, да? Вот Дуров как маркетинговый.